На прошлой неделе в Губкинском официально открыли Олимпийский. Однако занятия в спорткомплексе еще не проходят. Чтобы граждане не стали волноваться по этому поводу, руководители спорткомплекса и управления по физкультуре и спорту собрались на совещание. Его цель – обсудить организационные вопросы и рассказать, почему Олимпийский пока не обслуживает горожан. Осуществляем сейчас подготовку и подаем в регистрационную палату право оперативного управления. Вчера только получили документы с налоговой о создании юридического лица. Следующими этапами проходят мероприятия по аукционам, договорам, торгам. То есть комплекс должен сейчас обеспечиться всем комплексом мероприятий, отвечающим всем стандартам и требованиям по осуществлению деятельности на таких объектах. Специалисты спортивного комплекса заключают договоры с управляющими организациями и доукомплектовывают штат тренеров и обслуживающего персонала. Ожидается, что эти работы завершатся в первой декаде марта, после чего Олимпийский примет не только группы спортсменов, но и всех желающих заниматься в спорткомплексе. Это бассейн. Это так называемая у пловцов длинная вода, 50-метровая, 8 дорожек, с глубиной от 2,20 метров до 4,5. Есть также малый бассейн. Это для совсем маленьких детей, возможно, мам, даже беременных женщин, которые готовятся стать мамами. Ну и, конечно же, огромный спортивный зал. В нем будут развиваться игровые виды спорта. Есть прекрасный тренажерный зал, отличный, там с множеством различных самых современных тренажеров. Причем, нужно сказать, что отбором этих тренажеров занимался Алексей Николаевич Глухов, ну и все управление в целом. То есть они не просто приобретались в строительной компании, так, как сказать, наобум. Каждый тренажер анализировался к соответствующему качеству, возможностям. Отметим, что получение необходимых для начала работы спорткомплекса документов стоит на особом контроле у главы города.